Дорогие братья и сестры, мы продолжаем говорить о прекрасных месяцах и мы продолжаем наш разговор о месяце Шабан. Разговаривая о месяце Раджаб, мы упомянули о битве при Табуке, которая на самом деле растянулась от Раджаба до Шабана. И поэтому, говоря об этом месяце, также хотелось бы рассказать о неком событии или случае, которое произошло в течение этой битвы и связанной с этой битвой. Это история Каба ибн Марика. Ибн Шаб передает, что Абдул-Рахман, сын Абдуллаха ибн Каба, то есть правнук Каба, слышал от своего отца, который, будучи поводырем для своего слепого отца, передавал его историю. Каб ибн Марик говорил, «Я не пропустил ни одного похода с посланником Аллаха, кроме битвы при Бадре и битвы при Табуке». Что касается битвы при Бадре, то там не было обязательного выхода, поэтому ни Аллах, ни посланник Аллаха, никто не укорил меня за это. Что касается битвы при Табуке, то это моя история. На дворе стоял сильный жаркий зной, я был ни сильнее, ни слабее прежнего своего состояния. Более того, у меня было две верблюдицы на тот момент, то есть у меня никогда не было такого состояния, что у меня было две верховые верблюдицы. И я начал собираться. Но каждый раз, как я начинал собираться, я откладывал это на потом. И так проходили дни, и когда уже посланник Аллаха выступил со своим войском, я тешил себя такими словами, что я собираюсь и вот-вот выступлю и догоню посланника Аллаха через день, через два. И таким образом прошло это время, и я уже в конце решил, что не выступлю с посланником Аллаха. Таким образом, не было у меня оправдания, если не считать то, что был сильный зной, была очень длинная дорога, и был очень сильный и многочисленный враг, но это не было причиной, чтобы не отправиться в поход, поскольку посланник Аллаха собрал 30-ти тысячную армию и все-таки выступил. Я ходил по городу и видел людей, которые часто обвиняли в том, что они лицемеры, и та маленькая группа людей, которые действительно не поехали по каким-то причинам, причинам болезни или какими-нибудь веским причинам. И таким образом я прожил в Медине эти дни. Впоследствии я слышал, что посланник Аллаха интересовался обо мне, будучи в Табуке. Он сказал, а где Кааб ибн Малик? И один из подвижников сказал, его завлекла Дуния, это мирская жизнь. На что Муаз ибн Джабаль возразил и сказал, что от Кааба ибн Малик мы ничего плохого не видели. Возможно, у него какая-то веская причина. Таким образом, посланник Аллаха, будучи победителем без боя, вернулся в Медину. И когда я уже слышал о приближении армии, я уже думал, как себя оправдать. Я советовался со своей семьей, и в конце я пришел к такому выводу, что нет для меня оправдания. Я просто скажу правду, что у меня не было причин, я просто не выступил с вами. Я знал, что посланник Аллаха после утренней молитвы будет сидеть в кругу своих сподвижников. И я отправился в мечеть, поздоровался, присел к посланнику Аллаха, и он спросил, О Кааб, почему ты не выступил, ты же готовил своих верблюдов? Тогда я сказал, если бы передо мной сидел кто-то другой, я непременно нашел бы для себя оправдание и сказал бы то, что удовлетворило бы. Но поскольку передо мной посланник Аллаха, даже если я сейчас скажу неправду, Всевышний Аллах разгневается на меня, и в итоге на меня разгневается его посланник. Поэтому не было мне оправдания, я заслуживаю наказания от Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха сказал, вот тут ты сказал правду, встань и пусть над тобой вершит суд Аллаха. Со мной встали и другие мои соплеменники, начали уговаривать меня и говорить, ты же на хороших счетах у посланника Аллаха, нашел бы себе оправдание. И они так долго уговаривали меня, что даже меня примлекнула мысль вернуться и все же уговорить посланника и сказать, что у меня было оправдание. Но нет, я спросил, были ли среди тех, которые оправдывались, у тех, которых не было оправдания, как и у меня. Да, там было еще два человека, это Мурада ибн Рабиа и Хилляль ибн Умейя. Остальные же примерно 80 человек, у кого-то было оправдание, у кого-то не было, кто-то обманул посланника Аллаха, но от всех оправданий посланника Аллаха принял. Что касается нас троих, как говорил впоследствии Кааб ибн Марик, то с нами было запрещено вообще общаться и с нами здороваться и иметь какое-то отношение с нами. До решения Всевышнего Аллаха. И тут началось мое испытание. Земля стала для меня очень узкой. Люди стали сторониться нас и бронить. Я возненавидел себя и весь окружающий мир. Мурада ибн Рабиа и Хилляль, они были в возрасте, я был самым молодым из них. Они вообще не выходили из дома. Я же выходил, позволял себе выходить из дома, выходил на рынки. Я приходил в мечеть пророка Мухаммада, читал с ним намаз. И когда я приветствовал его, я задавался вопросом, пошевелил он губами в ответе на приветствие или нет. Когда я смотрел на него, он отворачивал от меня свой взор. Когда я читал намаз, я чувствовал взгляд посланника Аллаха на себе. И это отношение все больше и больше меня угнетало. Я отправился к своему самому любимому брату Абу Катаде. Это мой двоюродный брат. Перепрыгнул через забор и приветствовал его. Тот не ответил на мое приветствие. Затем я сказал, Абу Катада, я клянусь Аллахом, я люблю посланника Аллаха и Всевышнего Аллаха больше всего. И я это повторял несколько раз, и Абу Катада сказал, Аллаху Аля. Аллах лучше знает. Мои глаза наполнились слезами, я перепрыгнул обратно через забор и отправился на рынок. На рынке я услышал, что один из набатийцев из Сирии ищет меня и просит указать на Кааб Ибн Марика. Люди указали на меня, он подошел ко мне и протянул мне письмо от предводителя племени Гассан, где было написано, что, о Кааб, мы слышали, что твой друг отвернулся от тебя. Ты не должен терпеть унижений, приходи к нам, мы утешим тебя. Это еще больше рассердило меня. Человек из многобожников возжелал меня. Это еще больше испытание от Всевышнего Аллаха. Подумал я и бросил это письмо в огонь. В таком положении мы находились около 40 дней. И тогда пришло послание от посланника Аллаха, что от нас должны отдалиться наши жены. Я спросил, мы должны развестись с ними? Нет, сказали, просто они должны от вас отдалиться. И тогда я отправил свою жену к себе, в дом ее родителей. А жена Хиляля ибн Умайя попросила у посланника Аллаха, сказав о посланнике Аллаха, мой муж очень старый, и у него нету, у нас нет рабов, и некому прислужить ему. Разрешение прислуживать ему. Тогда посланник Аллаха, салам, позволил ей это. Он сказал, пусть он к тебе не приближается. Тогда она сказала, о посланник Аллаха. Он с того момента еще ни на минуту не успокоился, и он все время плачет. Я боюсь за его зрение. Мои родственники сказали, попроси и ты, чтобы твоя жена осталась. Тогда я сказал, нет, я не буду просить этого, поскольку у меня нету на то причин. Я молод и могу сам себя обеспечивать и сам за собой ухаживать. И таким образом продлилось это испытание еще 10 дней. И на 50-й день этого испытания, когда я прочитал утреннюю молитву, я сидел в своем шалаше, как услышал сильный крик, приближающий крик, «Радуйся, о Кааб!» Тут я понял, что пришла хорошая весть от Всевышнего Аллаха. Я сразу же сделал судют, саху, скинул с себя все одежды и одарил этого человека, который обрадовал меня этой вестью. Взял взаймы другую одежду и отправился сразу же к посланнику Аллаха в мечеть. Зайдя туда, я увидел Тальху бин Убайдуллах, который сказал, «Радуйся, о Кааб!» Аллах просил тебя. Я подвержал посланника Аллаха, салам, и его лицо сияло радостью, и он также сказал, «Радуйся, о Кааб!» Это самый лучший твой день с момента, как тебя родила мать. Я спросил посланника Аллаха, «От тебя или от Аллаха?» И тогда посланник Аллаха, салам, сказал, «Это от Аллаха». Тогда я спросил, «Я готов отдать все свое имущество за прощение мое?» Тогда посланник Аллаха, салам, сказал, «Оставь себе часть». Я решил оставить свое имущество у Хайбара, а всем своим имуществом расплатиться за прощение Всевышнего Аллаха, на пути Аллаха. И таким образом Аллах Таля простил после такого сильного испытания или наказания, 50-дневного бойкота. Это, возможно, даже хуже какого-то физического наказания, психологическое наказание. За что? За то, что люди не послушались посланника Аллаха, салам, и без оправдания не выполнили его волю. Но за свою честность со Всевышним Аллахом, за свою откровенность, за свой таба, за свое покаяние, они, эти трое, были все прощены. И они были прощены с высоты семи небес Всевышним Аллахом. И по их душу. Субтитры создавал DimaTorzok с большим уроком, и поскольку она дошла до нас, она должна для нас быть примером того, что Аллах Субтитры создавал DimaTorzok и просит нас и говорит нам, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Нужно вернуться к Нему. Какими бы большими грехами мы не обзавелись, всегда мы можем обратиться к Аллаху и попросить у Него прощения. Аллах Субтитры говорит Валя Тахнату Мир Рахмати Ллях и не отчаивайтесь в милости Аллаха. Милость Аллаха объемляет все вокруг. Пусть Аллах Субтитры примет наше поклонение, наши посты в месяц Шабан и сделает этот месяц приготовлением для великого месяца, месяца Рамадана. Барак Аллахи Кум Муахсана Аллаху Илейкум Ва Саламу Алейкум Ва Рахмату Аллахи Ва Баракатуха